Виталий Уланову уже 60. На посту сельского староста он почти треть жизни. До этого работа была совсем не руководящая. Снег убирал. Виталий рассказывает, на ответственный пост выбрали за умение находить подход к людям. Сперва было, конечно, нелегко, потому что очень было много нужных для села проблем. Это и дороги, свет, и магазин. Памятник у нас реконструировался. За 20 лет в селе многое поменялось, в том числе благодаря работе Виталия Уланова. Отремонтировали церковь, привели в порядок дороги, организовали прямой и широкий подход к памятнику воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Виталий говорит, сегодня при возникновении проблем жители обращаются напрямую к нему. Звонят по телефону. Я сейчас не работаю уже на пенсии. Я выхожу на территорию, прихожу домой, решаю. И, соответственно, обращаюсь в администрацию городского округа Горки-Вторые и занимаюсь данным вопросом. Одно из недавних больших дел в селе – создание игрового городка. Сегодня в Лайково проживают несколько десятков семей с детьми. И в хорошую погоду, и на выходных. Здесь буквально яблоку негде упасть. Его, так сказать, душевное тепло, его забота, его внимание, оно направлено в том числе на таких вот деток. Поэтому огромное ему спасибо, низкий поклон от нашей улицы и всех благ. В то же время в селе остаются проблемы, решением которых сегодня занимается староста. У нас не выделена, к сожалению, земля ни под какое такое, ну, под полем, мини-поле для футбола, для того, чтобы дети могли активно бегать и развиваться. Где такое поле можно сделать, Виталий Уланов уже знает. Он мечтает о том, что на месте оврага, куда из проезжающих машин иногда летит мусор, со временем появится спортивный объект. Мини-футбольное поле мы бы хотели сделать по соседству с детской площадки, чтобы поколение с маленьких детей в большое перетекало плавно. И чем это хорошо, нравится нашим всем родителям, ну, проживающим в селе, ну, и бабушкам, дедушкам, то, что дети всегда на виду. Виталий вспоминает, когда-то овраг был и на месте детской и спортивной площадок. Поэтому в том, что пожелания жителей села реализуются, он не сомневается. Роман Попов, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.